Рэй Эмбек жил в самый бурный период средневекового Казахстана. Когда он родился, его родное семеречье, Житесу, захватили джунгарские, калмыцкие орды. Уже в юности он был признан земляками молодым батаром, когда одолел в схватке Балхашского тигра. Во времена джунгарского нашествия Рэй Эмбек возглавлял войска самообороны, которые нападали на джунгарские отряды хунта и джитс Иван Рабдена. В 1729 году в Анракайской битве между низовьями Рекчу и Иле, объединенные силы трех казахских жузов под руководством Абул Хай Ирхана одержали блестящую победу над джунгарами и изгнали их из семеречья. Армия Рэй Эмбека вместе с армиями Батыров Багенбая и Кабенбая сыграла важнейшую роль в долгожданной победе. Под руководством Абул Айхана Рэй Эмбек Батыр стал видным полководцем казахского ополчения. Он сыграл большую роль в окончательном изгнании джунгар с юго-восточных рубежей Казахстана. Воздвигнутое им красное стело в Наренколе через два века стало неоспоримой вехой при определении казахско-китайской границы Мукагали Макатеев. Поэма Рэй Эмбек Рэй Эмбек 1971 напечатана в газете Ленин Шелжас 1981 Жалдас Байт Рлыбаев. Диалогия Том и Стай. Августовское утро. 1987. Вторая часть Рэй Эмбек. 1992. Шакинку Мизбайлы. Рэй Эмбек Батыр. История. Личность. Время. Каз. Шакинк Мизбайлы. Рэй Эмбек Батыр. Тарих, Тла, Уайт, Ист, Аруна, серия «Знаменитые люди Востока», 2007, Алматфильмы.